Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Вернитесь со мной к 12 главе «Послание римлянам», 3 стих. Римлянам, 12, 3. Это Павел пишет. Римлянам, 12, 3. «Не думайте о себе». Начнем читать отсюда. «Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно». В английском «трезво» – по мере веры, какую каждому Бог уделил. О чем Он говорит? О том, что нужно трезво подходить к своей мере веры. Не думайте, что у вас больше веры, чем на самом деле. Потому что так думая, вы выйдете за пределы своей веры. Много лет назад у нас в церкви был один подросток, который в ней вырос. Но знаете, как многие подростки ходят в церковь? Потому что их приводит мама с папой, а не благодаря какому-то собственному духовному развитию. Они знают лексикон веры, исповедание веры. И у них, конечно, есть мера веры. И вот, моего мужа позвали к этому подростку, потому что у него была сломана нога, и ему хотели вставить штифт. Без штифта потребовалось бы больше года, чтобы нога срослась, и она могла срастись неправильно. Эд посетил этого парня и спросил, «Чего ты хочешь?» И тот ответил, «Я не хочу операцию, я не хочу операцию. Я хочу верить Богу об исцелении». Эд сказал, «То, что ты хочешь верить Богу об исцелении, еще не значит, что у тебя есть для этого вера. Никто не хочет операции. Но желание чего-то еще не означает наличие веры для этого. Нужно проверить свою веру. Не думайте о себе более, нежели должно. Видите ли, обычно люди попадают в неприятности не потому, что думают о себе слишком низко, а потому, что слишком высоко о себе думают. Обычно, измеряя свою веру, люди ошибаются не в меньшую, а в большую сторону. И Эд сказал парню, «Уже до того, как я сюда пришел, Бог сказал мне, что тебе нужно. Бог сказал мне сказать тебе пойти на операцию, и Он благословит заживление». Врачи говорили, что Он сможет использовать ногу через полтора месяца, а Он смог ходить уже через две недели. Почему? Потому что Он не вышел за пределы своей меры веры и не думал о своей способности верить более, нежели должно. Видите, нужно быть Вадимом и Духом Святым. Вадимом и Духом Святым. Много лет назад мой муж начал церковь в Торренсе, штат Калифорния. Церковь выросла где-то до тысячи человек, они только что въехали в новое здание, и Бог сказал Эду переехать в Талсу. Эд поставил нового пастора, потому что готовился к переезду. И лучшее, что он сделал для той церкви, потому что они только что переехали в новое здание, это перед своим уездом он вернул собрание в меньшее здание. Почему? Он сказал, у этого пастора нет веры для большого здания, она есть у меня, и я не буду возлагать то, с чем способна справиться моя вера на него, обрекая его на провал. Так что Эд перевел церковь в меньшее здание, позволив вере того пастора расти, чтобы когда его вера вырастет, он мог вернуть церковь в большее здание. Вот почему так важно не консультировать людей на основании своей меры веры. То, что вы можете верить Богу о чем-то, не значит, что на это способен другой человек. Чтобы помочь людям, важно у них выяснить, о чем они могут верить, что кажется правильным их духу, что Дух Божий говорит им делать, вместо того, чтобы говорить, «Ну, я верю вот о чем». Мне приходилось оттаскивать одних членов церкви от других, потому что они говорили, «Вы не должны делать это с вашим ребенком, вы не должны делать то». И я говорила, «Послушайте, то, как вы воспитываете своих детей, хорошо, и нужно поступать так, как вас направляет сердце, но ваше сердце не может направлять других. Им нужно руководствоваться верой в своем сердце. Дух Святой будет вести их на основании веры в их сердце. Аминь». Дьявол обожает, когда вы выходите за пределы своей меры веры. Знаете, что находится за пределами вашей меры веры? Только одно – провал. Каждый раз за пределами меры веры вас ожидает неудача. Дух Святой никогда не поведет вас за пределы вашей меры веры. Никогда. Потому что Он никого не ведет к провалу. Дух Святой всегда ведет вас к успеху. Поэтому два человека могут сидеть в одной церкви на одном и том же служении, и Дух Святой скажет одному из них, «Обратись к врачу за помощью, а другому – верь моему слову». И тот верит в Слову Божьему, раз Дух Святой так ему говорит. Но почему Дух Святой так поступает? Он направляет людей согласно их мере веры. Как часто вы слышали, как Бог вам что-то сказал, а кого-то в вашей же церкви Он направил совершенно по-другому. Почему? Потому что Дух Святой ведет вас на основании вашей меры веры. Не на основании того, где вам хотелось бы быть, а где вы сегодня. И не на основании того, где вы будете через 10 лет. Он не ведет вас на основании того, где вы будете. Он ведет вас сегодня на основании вашей сегодняшней меры, во что вы способны поверить и преуспеть. Аминь. Вы скажете, «Хорошо, пастор Нэнси, как же мне узнать, какая у меня мера веры?» Ведь дьявол пытается обвинять вас, говоря, «Ты уже так долго в этой церкви, тебе бы следовало верить Богу о большем». Обвиняя, Он гонит вас за пределы вашей меры веры. Ну, они же выплатили свой дом, как же вы свой не выплатили? И Он пытается осудить вас за вашу меру веры. Как же узнать свою меру веры? Обратимся к 15 главе римлянам. Кому-то это полезно сегодня. Мы говорим об обретении навыков веры. «Понимая эти истины, вы не будете принимать решение на основании волнения. Вы не будете принимать решение на основании страха, боясь что-то упустить». Римлянам, 15 глава, 13 стих. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере». Остановимся прямо здесь и посмотрим. «Радость, мир, вера». Когда вы верите, у вас радость и мир. Когда у вас нет радости и мира, вы не в вере. Потому что, когда вы верите, Бог наполняет вас радостью и миром согласно вашей мере веры. Аминь. Как узнать, что вы вышли за свою меру веры? Потеряли ли вы радость, пытаясь верить о чем-то? Пришла ли вместо мира удрученность, подавленность? Значит, вы вышли за свою меру веры. Отойдите немного назад. Возвращение в рамки своей меры веры не провал. Провал – это выход за ее пределы. Аминь. Дьявол говорит, смотри, ты отступаешь. Нет, я не отступаю, я вхожу в свою меру. Аминь. Дух Святой никогда не поведет вас за пределы вашей меры. В нашей церкви была драгоценная семья. Они хотели купить новый дом. И зайдя в один из домов, муж сказал, я хочу этот дом. Жена ответила, дорогой, у нас нет необходимой меры веры для этого дома. Я говорю тебе, вот здесь. Вот здесь, у меня нет на это мира. Мне не по себе при мысли об этом доме. Он сказал, но я хочу этот дом. И у других людей из церкви дома по соседству. Она ответила, дорогой, у меня нет на это мира. Они посмотрели другой дом, и она сказала, у меня есть мир на этот дом. Он не слишком тяжел для нашей веры. Послушайте, вера всегда требует определенной растяжки. И это неплохо. В растяжке нет ничего неправильного. То, что ваши ресурсы переживают растяжку, не значит, что вы вышли за пределы своей меры веры. При использовании веры всегда есть растяжка. Но сразу видно, если вы растягиваетесь без радости. И если вы растягиваетесь без мира. В нашем коттеджном поселке есть, не знаю, как это называется, зал для тренировок? Ну да, спортзал. Тут у меня так же, как с кухней. Непонятные термины. Я сказала сыну, покажи мне, как все это работает, потому что все это мне незнакомо и похоже на орудие пыток. И он сказал мне, хорошо, давай я тебе поставлю 70 килограммов. Это был какой-то ножной пресс. Я сказала, погоди, 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 это твоя мера. Тебе подходит 70 килограммов, а эти ноги, кроме меня, никогда ничего не держали. Так что давай уж поменьше. Говорю ли я, что никогда не доберусь до 70? Нет. Я говорю, пойми, что я еще не там, где ты. Снись где-то до 20. И если я способна на большее, мне будет легко. Мышцы будут растягиваться, но все равно будет легко. У меня при этом будет мир. Так? Я не собираюсь надорваться. В попытке сделать то же, что и ты. Потому что я еще не в такой форме. Он поставил мне 20. И я сказала, о, это легко, поставь 30. В тот день до ухода из зала я дошла до 55. Да, да, да. Но я добралась туда мирно. Я не порола горячку. Я сдала назад и добралась туда постепенно. Потому что нужно действовать в рамках своих способностей и не вредить себе. Столько людей повредило свою веру, пытаясь применить ее в чем-то, что она не способна была поднять. Аминь. Аминь. И реагируете. Ааа, мне нужно оплатить этот счет. Я буду верить Богу о пяти тысячах. Счет пришел. Я буду верить Богу о пяти тысячах. И вы начинаете паниковать. И тяжело дышать. Вы потеряли мир. Поймите, что я имею в виду под миром. Я не говорю об умственном мире. Я говорю о мире вот здесь. Ваш ум может биться в конвульсиях, при том, что у вас есть мир в сердце. Руководствуйтесь миром в вашем духе, а не миром в уме. Потому что, когда вы начнете действовать согласно миру в духе, дьявол будет обвинять вас. У тебя ничего не выйдет. Твоя вера на это не способна. И вам придется отключить вот это, потому что дьявол будет атаковать вас на арене ума. Не прислушивайтесь к нему на арене ума. Руководствуйтесь миром в сердце. И вы можете определить, есть ли у вас в сердце мир. Знаете, кто-то может спастись прямо сегодня утром и прийти на вечернее служение. И если я спрошу у него, есть ли у вас мир в духе, есть ли у вас радость в духе по такому-то поводу, он сразу сможет ответить, хотя он и совсем недавно спасен. Люди знают, есть ли у них мир и радость вот здесь. Итак, вы говорите, я буду верить Богу об этих пяти тысячах, но у вас нет мира внутри. Вы просто... Сделайте шаг назад. Сдайте назад. Можете верить Богу о пятистах? О, да. Видите? Тревога ушла. Я снова дышу. Могу опустить бумажный пакет? Я больше не задыхаюсь. Хорошо. Можете верить о тысячи? Да, могу. Замечательно. Верьте о тысячи пять раз. Видите, о чем я? Вернитесь в свою меру. Позвольте показать вам кое-что. Скажем, вот эта линия – граница вашей меры веры. Бог не хочет, чтобы вы находились вот тут, позади. Здесь вы будете Ему неугодны, и у вас будут проблемы с Богом, потому что вы хотите то, что удобно для вашей плоти и ума. А Бог, по мере роста веры, будет делать то, что лучше для вашей веры. Он приведет вас к растяжке. Растяжка не значит потеря радости и мира. Бог хочет, чтобы вы стояли носочками веры на самом краю и тянулись дальше. Но не смейте выходить сюда. Потому что так вы выйдете с Божьей территории. Вера – это Божья территория. Аминь. Это вам полезно? Проверяйте свой уровень радости. Проверяйте свой уровень мира. И это укажет вам, в какой мере веры двигаться. Слово говорит в Исаии 55, 12. «С радостью вы пойдете, ведомы будете с миром». Аминь. Бог будет вести вас через ваш уровень мира и радости. Это один из способов, которым Дух ведет. Когда вы знаете, у меня есть мир, у меня есть радость по этому поводу, значит, это в рамках вашей меры веры. Действуйте без колебания. Ныряйте сразу. Не майтесь. Шаг вперед, шаг назад, шаг вперед, шаг назад. В день, когда мой муж ушел домой к Господу, я села на заднем крыльце с детьми и заключила завет с Богом, сказав, «Я больше никогда не буду колебаться. Имея мир в Духе, я буду нырять сразу. Я не буду колебаться и запрыгнув говорить, «Может, не нужно было, или нужно, не знаю», и мучить себя. Имея мир в Духе, я буду нырять, и мне все равно, что происходит вот здесь. Это не будет мною руководить. Я не буду сидеть в кровати и прокручивать умственную картотеку. Нужно, не нужно, нужно, не нужно. Следуйте за миром, следуйте за радостью, а вам сразу понятно, есть ли у вас мир и радость. И как только есть мир и радость, тут же ныряйте и продолжайте двигаться, игнорируя все, что идет против вашего разума. И вы возрастете в навыках применения веры. Аминь. Я неоднократно принимала многомиллионные решения, основываясь исключительно на потоке мира. У меня был мир по этому поводу. У меня был мир. И дьявол говорил, откуда возьмутся эти деньги? Не моя проблема, я следую за миром, я не следую за расчетами. И у меня есть мир. Аминь. Но видите ли, мне нужно было это развивать. Вам нужно это развивать. И это радостный процесс. Это не сложный процесс, это веселый процесс. Вера – это весело. И если вам не весело, вы вышли за пределы своей веры. Аминь. Вы видели культуристов, у которых такие мышцы, что вау. Они наслаждаются хождением в спортзал. Что, правда? Это прямо в ваших планах на день? Почему? Потому что для них это растяжка радость. Это нагрузка на мышцы. Почему? Потому что они знают, чего могут добиться. У них есть навыки для этого процесса. Поэтому им весело. Им это нравится. Они обожают пот. Они выходят из зала потные, как гориллы, и обожают это. О, было так круто. То же происходит с верой, когда вы ходите в мире и радости. Аминь. Вы не колеблитесь. Вы не колеблитесь. Я хочу, чтобы вы знали, следуя за миром и радостью, вы никогда не выйдете за пределы своей меры веры. И вы будете получать результаты абсолютно каждый раз. Ваша вера будет работать. Аминь. Вернемся к той паре. Муж хотел конкретный дом, и жена ответила, дорогой, у меня нет на это мира. Она нашла другой дом, немного поменьше. Но муж настоял на первом. Они его купили, и восемь лет боролись, и боролись, и боролись. Они больше не смогли вернуться к миру и радости. И все закончилось разводом. Почему? Потому что давление от нахождения за пределами мира и радости разрушило их брак. И я вам скажу, жены, никогда не поощряйте своего мужа приобрести что-то, что вы хотите, если он не способен поверить в это с вами. Это нанесет урон вашему браку. Не оказывайте такое давление на свою семью. Мир и радость. Оставайтесь в мире и радости. И ободряйте друг друга. Дорогой, на что у тебя есть мир? О чем у тебя есть радость? У меня есть мир вот на что. Дорогой, хорошо, давай с этого начнем. Но нам не обязательно на этом останавливаться. Давай будем питать веру, взращивать веру, и мы сможем прийти к тому дому, который Бог нам приготовил. Но давай придем туда путем здравого процесса, а не будем пороть горячку без мира и радости. Аминь. Прежде чем принять решение, проверьте свой уровень мира, проверьте свой уровень радости. Помню, мне предстояло большое решение. О том самом доме, о котором Эд сказал, твоей вере придется занять ведущую роль, Бог говорил мне за восемь лет до того, как мы нашли его и в конце концов поселились в нем. И я думала, что это и будет наш дом навсегда. Я могла бы прожить там до конца жизни. Почему? Я была там полна радости. Важно, где вы полны радости. Мы прожили в нем всего четыре года. И однажды я проснулась, и Бог сказал, продай дом. Я сказала, что? Ты что, шутишь? Потребовался путь в восемь лет, чтобы моя вера дошла до этого места. И теперь ты говоришь мне его продать? Дьявол, я связываю тебя, я запрещаю тебе. Это не входило в мои планы. Дом был большим, около 750 квадратных метров, к которым Эд достроил еще 750 квадратных метров, и находился он на двух гектарах земли, так что это был большой участок. И Дух Святой сказал, продай его. Я сказала, Бог, я не понимаю. Я что, ошиблась, купив его? Я сказала, я не понимаю. И поскольку я вышла на арену ума, я мучилась. И я сказала, Бог, вот что я сделаю. Я буду молиться в Духе, пока не получу об этом ясность. Я сказала ему, у меня есть мир, чтобы продать дом, но мой ум в конвульсиях. Я буду молиться в Духе, пока не получу ясность. Правда звучит мудро, звучит духовно, но это неправильно. Я начала молиться в Духе, и Бог сказал мне, тебе не нужно молиться в Духе об этом. Знаете, что Он сказал? Мир и есть ясность. Другими словами, ты хочешь другого водительства, чем тот мир, что я тебе уже дал. Бог в первую очередь ведет нас через радость и мир. Это свидетельство Духа. Он свидетельствует нашему Духу, и делает Он это через мир и радость. С радостью вы пойдете, ведомы будете с миром. И Он сказал, ты хочешь другого водительства. Ты называешь это ясностью, но ты хочешь другого проявления, чего-то более зрелищного, чем мир и радость. Но мир и радость – это самое безопасное водительство. Я вам скажу почему. Если вы дожидаетесь голоса, дьявол может вам его дать. Вы ждете, чтобы Бог проговорил к вам во сне, дьявол может дать вам сон. Ждете видения? Дьявол может подделать какое угодно внешнее водительство, но что он не может подделать, так это мир и радость в вашем духе. Я не ищу драматичного водительства. Если оно приходит, хорошо, но я не ищу зрелищного водительства. Я в полной безопасности с миром и радостью, потому что дьявол не может это вызвать. Он не может это подделать и ввести меня в заблуждение. Каждый раз, когда я следую за миром и радостью, это самое безопасное водительство. Аминь. Вам это было полезно? Аллилуйя. Я учила об этом, и один из моих работников сказал, пастор Нэнси, если бы я раньше это услышал, я бы избежал стольких финансовых проблем и давлений, которым я себя подверг. Он сказал, мы теряли дома, мы теряли машины, потому что я думал, что мне нужно делать то, что делают другие. А у меня не было для этого веры. Аминь. Иисус никогда никого не упрекал за меру веры. Никогда. Он упрекал за то, что люди не использовали свою меру веры. Какой бы ни была ваша мера веры, используйте ее, используйте. Питайте и используйте, питайте и используйте. Вера приходит от слышания. Так она приходит. Но она не действует через слышание. Вера действует через слова и дела. Вы понимаете? То есть у вас может быть мера веры, и вы можете ее даже не использовать. Вера приходит от слышания, но она не действует через слышание. Применяйте ее тем, что вы говорите, и тем, что вы делаете. И знайте, если вы рождены свыше, у вас есть мера веры. Используйте ее, питайте ее, и используйте ее умело. Знайте, какая у вас мера веры. Не думайте о себе более, нежели должно. И не позвольте дьяволу обвинениями вытолкнуть вас за пределы вашей меры веры. Аминь. Дьявол скажет, тебе бы следовало уже продвинуться дальше. Ответьте ему, а ты вообще нигде. Ты потерял все, что у тебя было. А все, что у тебя есть сейчас, ты своровал. Серьезно. Научитесь отвечать ему, потому что он попытается загнать вас в осуждение. Тебе бы надо быть дальше. Не принимайте советы от того, кому вы не принадлежите. Оставайтесь на своем уровне мира и радости. Возможно, вы состоите в браке с кем-то, кто реально не развивается духовно. Ничего. Человек все равно способен проверить свою радость и мир. Я говорю, он все равно способен проверить свою радость и мир. Даже духовный младенец может это сделать. Аминь. Аллилуйя. Будем умелыми в вере, потому что умелые получают результаты каждый раз. Аминь. Аллилуйя. Постоянно питайте и взращивайте веру. Не довольствуйтесь тем, что есть, потому что к полной, крепкой вере невозможно прийти случайно, а только ревностно сражаясь за веру. Аминь. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Продолжение следует...